Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату, вассаляму аля расулиллах. Когда мусульманин слышит имя пророка, пророка Мухаммада, он обращается к Аллаху с мольбами, за пророка. Восхваляет и передает приветствие пророку Мухаммаду. Говорит, саляллаху алейхи васалям. Он произносит салаваты, когда слышит имя пророка. Также он произносит салаваты просто не услышав имени пророка, а в качестве приближения к Аллаху. То есть поминает Аллах и говорит, Аллаху салли ва саллим аля Наби на Мухаммад, Аллаху салли ва саллим аля Наби на Мухаммад. Также человек обращается к Аллаху в дуа. Сегодня я хотел бы доказать тебе, что, или показать тебе, что лучше перед Аллахом. Обращение с мольбой к Аллаху или же салават пророку салалласа. Ни в коем случае я не хотел бы принизить положение дуа, мольбы, ведь дуа это одно из лучших поклонений Аллаху субхану и талли. Просто хотелось бы доказать, что приблизит тебя больше. Послушай удивительный хадис. Убай ибн Кааб, радия Аллаху ангу, однажды подошел к пророку саллиллаху алейхи ассалям и сказал, Я, Расуль Аллах, я, Расуль Аллах, инни укфируссалата алейки. О, посланник Аллаха, я очень часто восхваляю тебя, то есть возношу к Аллаху мольбы за тебя, говорю салаваты, произношу салаваты. Сколько мне делать салаватов в день? Из всех моих молитв, то есть я обращаюсь к Аллаху с какими-то зикрами, с мольбами, чтобы защитить себя от трудностей, от проблем. Сколько мне сделать из этого всего именно только салаватов? Пророк салават сказал, сколько хочешь, столько сделай. Кал, смотрите, Убей Бин Кааб понял смысл и сказал Каля аджиилюл лякия руб'а салавать. У посланника Аллаха я сделаю четверть всех моих молитв только салаватами, четверть всех моих восхвалений, зикров, будут только салаваты. Аллаху масаллил statistics a al-anabi muhammahamdu и другими видами салават. Пророк салуб KP сказал, Вот она сама изюминка. Пророк сказал, что если ты прибавишь, это будет лучше для тебя. Убейбн Кааб поймал эту изюминку и сказал, О посланник Аллаха, я сделаю половину всех своих зикров и дуа, обращения к тебе, сделаю только салаватами. Пророк сказал, что сколько хочешь. А если ты прибавишь, это будет лучше для тебя. В Сулусей был ответ Убейбн Кааба, тогда я сделаю две трети всех своих восхвалений только салаватами. Сказал, сделай сколько хочешь, но если ты прибавишь, это будет лучше для тебя. Тогда Убейбн Кааб сказал, все свои восхваления я буду делать только салаваты за тебя. У посланник Аллаха. И пророк сказал, смотрите, финал хадиса. И тогда пророк сказал, в таком случае Аллах простит твои грехи и избавит тебя от всего того, что тебя беспокоит. В другом реваяте этого хадиса передается. В таком случае Аллах избавит тебя от всего, что тебя беспокоит в твоей мирской и будущей жизни. Аллаху Акмар. Этот хадис ни в коем случае не принижает положение дуа и не побуждает нас отменить все зикры, все дуа и лишь делать салаваты, обращаться к Аллаху салаватами за пророка. Но однако пророк сказал, сам этим хадисом хотел нам сказать, что человек, чем больше он восхваляет пророка, тем больше он отправляет салаватов, или произносит салаватов, тем больше Аллах спонтально решает его проблемы. Его мирской и будущей жизни. Удивительная часть хадиса. Аллах избавит тебя от всего, что тебя беспокоит в твоей мирской жизни. Проблема бедности, трудности, поиск работы, выйти замуж, жениться, праведность детей. Твоя праведность. Всего, что тебя беспокоит в этой жизни. И всего, что тебя беспокоит в будущей жизни. Как Аллах заберет твою душу, умрешь ли ты праведно смертью, ответишь ли в могиле ангелам. В какую руку тебе дадут твое писание. Пройдешь ли мост сырат, будешь ли рассчитан в кантора, зайдешь ли в рай. Ма агаммак. Кулля ма агаммак. Все, что тебя беспокоит в этой жизни и в будущей. Теперь, самая суть. Что лучше перед Аллахом? Дуа, обращение к Аллаху или же салават. Если обратиться к Аллаху салаватом, акмал ссыга. То есть, самым лучшим, самым полным салаватом, который приводится в суньи пророка Мухаммада. Это салатул Ибрахимия. Говорят, что это молитва Ибрахима. То есть, из-за Ибрахима тоже. Это слова. О Аллах, благослови Мухаммада. Как ты благословил Ибрахима. И семейство Ибрахима, поистине ты хвалимый славный. О Аллах, дай не спошли баракят Мухаммаду. И семейство Ибрахима, поистине ты хвалимый славный. Этот салават заключает в себе, смотрите, какие вещи. Во-первых, тыто вешешь. Неспошли благословение. Что такое салят? Салят от Аллаха. Ученые говорят, что это восхваление в высшем обществе. Также говорят, что это милость Аллаха. Как бы то ни было, это большое благо от Аллаха. Ты говоришь, у Аллаха не спошли благословения Мухаммаду, у Али Мухаммад и семейства Мухаммада. Это его родственники, это его жены, это его потомство и это в том числе и ты. Ведь ученые говорят, то есть семейство, это значит последователи. То есть ты, обращаясь к Аллаху с салаватом, делаешь дуа за себя самого. Также ты упоминаешь о Аллах, благослови, дай баракят тебе, о Мухаммад, твоему семейству и нам, последователям твоим. Как ты дал его Ибрагиму и семейству Ибрагима. Семейству Ибрагима кто? Все пророки после Ибрагима были родственниками пророка Ибрагима. Говорят, аврамические религии, то есть аврамические пророки, небесные религии. То есть всем пророкам после Ибрагима ты посылаешь или просишь у Аллаха благословения. Субханаллах, салят у Ибрагимии удивительная молитва. О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада и последователей Мухаммада, как ты благословил Ибрагима, и семью Ибрагима, и последователей Ибрагима, ты хвалимый, славный и также не спасли им баракят. Поэтому в таком случае, обращаясь к Аллаху в дуа, ты просишь Аллаха за себя. Обращаясь к Аллаху саляту Ибрагимии, салаватом Ибрагима, ты просишь, во-первых, у Аллаха дуа и еще не посылаешь благословения пророку Мухаммаду. Поэтому это будет лучше.